Розаевские инспекторы ДПС раскрыли весьма необычную кражу. В ночь на 12 августа дорожные полицейские несли службу на автомобильной трассе Нижненовгород-Саратов. Примерно в час ночи, по 315-м километре, нами были замечены две автомашины, которые выезжали с территории Агросоюза Красной Сельцевой. Две «Лады» привлекли внимание инспектора в перегрузу. Машины остановили для досмотра. За рулем ВАЗа 14-й модели находился 37-летний житель Саранска, а ВАЗом 15-й модели управлял 61-летний житель Лямберского района. Открыв багажник и задние двери, полицейские насчитали 17 ящиков с грушами и 9 с яблоками. Никаких документов на перевозимый груз у водителей не оказалось. На компот забрали. Что здесь делали? На компот забрали. На яблок забрали, на грушу. На компот. Что, на багажник на компот? Да, да. Своих друзьям, близкие роды, много жили. Вы понимаете, что здесь территория как бы, да? Зады у нас. Находясь в салоне патрульной машины, мужчина долго уговаривал сотрудника полиции отпустить их. В какой-то момент даже предложил угостить полицейских вкусным маханом. Но выход был только один. Поедем в дежурную часть, наверное? Ладно, вы что? Подождите, для выяснения всех обстоятельств. Что, как и зачем? Хорошо? Нет, ну, 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 вы... Ну, подождите, подождите, подождите. Почему? Нет. Порядок такой. Сейчас участковый посмотрит. На первый раз. Ну, что первый раз? На первый раз. Ну, больше такого не повторится. Несмотря на уговоры и просьбы, злоумышленники были доставлены в отдел полиции, где позже признали, что собрали фрукты в саду агропредприятия для дальнейшей продажи. Все похищенные яблоки и груши были изъяты. Учитывая ущерб, который составил 30 тысяч рублей, в Розаевской полиции по факту кражи возбудили уголовное дело. Екатерина Чермянина, программа «Происшествие».